Я вам хочу сказать. Во-первых, хочу представить своего тренера Косоналиева, который будет мне помогать. Он старший тренер женской сборной, поэтому он знает, как общаться с вами, будет нам помогать. Все, приступаем к тренировке. Дорогие отговоры, что она так и студентка синергии, да? Поэтому, взравняйтесь на спорт. Вика, начинай. Потом, когда такое консультивное движение, можно добавить в грудь. В грудь и нацизот. Где? В грудь. На пятках с узкой, на пятках. Это просто как переиграть. Вот задалекие имена от ММА. Что будем делать сейчас? Самое простое, что я больше всего люблю. Это, допустим, мы заходим в корпус, стерженью крепко под ребрами. И просто немножко можно его вывести из равновесия. И потом я просто подсекаю вот эту ногу и тяну на себя. Просто тяну на себя. Смотрите, как это будет получаться. Я не дружу. Поэтому тяну, тяну на себя. И в этот момент тоже вот так держу. Пытаюсь его чуть-чуть вниз опустить. То есть вот так. Вот такой, друзья. И это как бы, считай, уже тогда вот. Очень рабочий. Три на планке. Вика, а может быть связано с тем, что вот от плавания вот этот эффект, что у тебя отстают ноги и корпус? Ну да, скорее, что так и есть. Но я стараюсь нивелировать преимущество рук. Какие вообще дальнейшие планы, если не секрет какой-то соревнования, участие, а также развитие? Ну вообще, главный план – это, конечно, стать чемпионом UFC. Если все будет хорошо, сейчас мы уже потихоньку начинаем подготовку на март. Будет бой 2 марта. По крайней мере, это в планах. И впоследствии, конечно, я планирую выступать как можно чаще и как можно быстрее добраться до титула. Супер. Желаю вам удачи, спасибо большое за мастер-класс. Спасибо. Ребят, есть еще вопросы у кого-то? Но многие, если брать не спортсменов, сколько примерно по времени нужно уделять в спорту после работы, после работы пришел уставший человек, сколько минимум, либо после, либо до, сделать зарядку, либо какую-то там разминку, сколько минимум уделять времени? Мне кажется, спокойно можно остановиться на 3 раза в неделю по 40 минут, по часу, там, допустим, кардио. Это будет более чем достаточно. Просто обычному человеку прийти в зал и поработать для себя, для души, просто чтобы почувствовать именно свое тело, быть ближе к своему телу, чувствовать свое тело. Этого будет вполне достаточно. Спасибо. Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных трансляций и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий, а мы продолжаем. Я вот после мастер-класса заметил, что тебе подарили цветы, а так в целом тебе много подарков дарят? Нет. Если отбрать. Ну, подарков в смысле родные или кто? Ну, внимание уделяют, так скажем, много внимания? Нет, не особо, мне кажется. Можно больше, конечно. Ну, мне Амир Муратов еще перед боем подарил телефон 15 Pro Max. Точнее, его тренер хотел купить, а Амир даже не дал заплатить. Поэтому он, как считай, меня купил и он снимал, помог нам с гостиницы. Спасибо ему за это большое. А так, таких подарков, каких-то мелочей, как, допустим, фигуристкам там бросают на лед, нам такого не делают. Ну, то есть самый дорогой подарок пока что это iPhone 15 Pro Max. Да, да. А так, как отметила победу свою последнюю? Да никак не отметила, честно сказать. Просто вкусно покушала. У меня такого нет, что я там как-то отмечаю победу. Нет, просто можем пойти там где-то вкусно в кафе покушать. То, что мне нельзя было и все. Вот ты, если не ошибаюсь, затронула такую тему, как отдых, восстановление в ходе мастер-класса. Ты как сама восстанавливаешься, отдыхаешь? Ну, сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Пока тренируюсь один раз в день. И где-то к середине декабря уже будет известно, будем мы принимать бой, не будем мы принимать бой, будем мы искать соперницу или нет. И уже к тому моменту я начну полноценно тренироваться два раза в день, как обычно. Сейчас уделяю больше именно физическому аспекту. Хожу к тренеру по СФП, пытаюсь набрать немножко силы перед лагерем, потому что надеюсь, что он все-таки состоится. Вот, поэтому, да, чуть попытаюсь подтянуть, сдаю анализы, пытаюсь потихоньку подтягивать свое здоровье, потому что очень сильно организм пострадал после антибиотиков. Ну вот, поэтому пока что такое у меня интенсивное восстановление идет и подготовка к подготовке. А есть прикидки, кто может стать двоей соперницей? Честно сказать, не знаю, потому что у нас не получается просить, как это происходило в прошлый раз. Нам дали и два имени, мы ко всем согласились. Это была Бруно Бразил, по-моему, и вот Джин Юфрей. Мы согласились на обеих, но Бруно Бразил отказалась и согласилась только Джин Юфрей. Поэтому, скорее всего, в этом будет то же самое. Мне бы хотелось, и, наверное, мы будем просить Кори Маккену, но не факт, что получится. Потому что до этого мы хотели вообще Каролину Ковалькевич, но она закончила карьеру. Понял. А есть бойничты в дивизионе? Ну, наверное, мне бы хотелось, но это уже, наверное, будет либо бой за пояс, либо это будет очень близко к поясу. Но, скорее всего, бой за пояс с Татьяной Суарес. Тоже непобежденная, да. Да, непобежденная, и она очень сильный боец. Это будет вот настолько проверка меня и ментально, и вообще. Поэтому, конечно, впоследствии, когда я поднимусь, мне бы хотелось с ней подраться. А каково тебе было спариговать с ней? Если не ошибаюсь, вы ее проводили, да, спариговать? Да, с ней тяжело было, не спорю, не скрываю. Но я тогда была, конечно, не в таких кондициях, как сейчас, даже, потому что мне пришлось набирать форму уже в Лас-Вегасе к первому бою. Вот. Не то, чтобы я была растренирована, но я была на акклиматизации. Ну, нормально прошли спарринги, я спринговала с ней и с Кейси Анил. Вот. Но у меня было в этих спаррингах много ошибок. И мне кажется, в этом плане хорошо, что они были и что мы их увидели. Вот. Потому что мы их уже нивелировали. Вот. И как бы, да, легко не было. Ну, хорошо борется. Да, борется, конечно. Она бронзовый призер по, ну, по, бронзовый призер к чемпионату мира, она по борьбе. А ты уже представляешь в голове, как бы ты, какой бы бой проводила с ней? Да. Да, я у нас уже даже плавно помню, мне кажется. Ну, у меня в голове 100% есть. Не знаю, как это с нулей, у меня 100% есть плавно бой. Ну, скорее всего, стойки вы поедете. Ну, больше стойки, да. Конечно, будет больше стойки. Ну, как я понял, ты сама хочешь выступить в Риаде 2 марта. Да, потому что это удобная дата. Мы рассматриваем дату перед постом, потому что Гаснали будет держать, и он не сможет никуда поехать, соответственно, он не сможет нормально тренировать меня, то есть утром, вечером, это будет нереально. Вот, поэтому мы рассматриваем перед постом. Желательно марш, чтобы была полная подготовка, чтобы мы сейчас никуда не гнали, никуда не спешили, чтобы мы спокойно сейчас восстановились и начали лагерь. Вот, и, конечно, было две даты. Либо 2 марта, либо 9 марта. 9 марта это номерной турнир, и туда тяжело попасть из-за того, что нужно уже сейчас бронировать места, потому что там уже люди, которые... Есть уже бои, которые уже назначены. В Риаде пока нет. И, соответственно, нужно уже сейчас думать, сейчас уже определяться, а мы пока к этому не готовы, поэтому... И плюс не очень хочется ехать далеко, это, скорее всего, уже будет в Америке, мне кажется, в Лас-Вегасе, хотя пока нет точного места. Вот, но это все равно и достаточно затратно ехать в Лас-Вегас. И плюс после того, когда это уже третий бой подряд, тяжело опять уезжать, ну, типа надолго и так далеко от дома, поэтому, конечно, хотелось бы провести лагерь в Кисловодске, вот, и потом уже впоследствии на климатизацию поехать в Риаде уже так. Вот, поэтому рассматриваем пока что только Риад. Виктория, тебе самой легче спарринговать с мужчинами или как раз с девушками? Потому что, с одной стороны, мужчины, их в большом количестве, и они более опытны, чем девушки. Мужчинами проще морально, потому что, ментально, потому что, ты знаешь, ты в голове, хотя я очень расстраиваюсь, если у меня не получается что-то сделать, хотя у нас в зале сейчас все мальчики больше меня весом, там, самый маленький, 65, и мне приходится с ними спарринковаться, понятное дело, что они сильнее меня, но хотя я даже так расстраиваюсь, у меня что-то не получается. С девочкой я, но там все равно есть такой момент, что я могу где-то отдать, или там, ну, как-то не на 100% выложиться. С девочкой у меня такого не будет, потому что с девочкой буду работать на 100%, 100%. И поэтому с девочкой ментально бывает тяжелее, что, ну, как бы, придется драться. И даже если она не хочет драться, то ее гаснали заставят драться. Ну, как бы, в Америке такого нет, что кто-то там не хочет, в Америке все профессионалы. А у нас в России очень часто бывают спарринги такие, ну, просто вот как тычковые. В Америке, на самом деле, хоть они и позиционируют себя, что наоборот, как тычковые, там, туда-сюда, да, но именно женский спарринг, с кем я спаррингов, с Кейси Анил, с Татьяной Суарес, там нет этих спаррингов тычковых. Вот в кулуарах такие разговоры идут, что девушки настолько не выдерживают спарринги с тобой, что со слезами на глазах покидали сборы и так далее. Такое бывало? Да, было. Ну, это даже, мне кажется, не из-за меня, это из-за гаснали. Потому что это нелегко, вы имеете в виду здесь, в России, и когда к нам приезжали девочки из женской сборной, только она одна осталась до конца. Просто это не из-за меня, потому что была одна моя подружка, одна просто там девочка со сборной. Тренировки тяжелые у гаснали, и это очень тяжело выдерживать, когда тебе, по сути, это не надо, а тебе приходится тренироваться. Хотя у них тогда, по-моему, должен был быть чемпионат мира, и тогда еще не знали, что его отменят. Ну, это было когда-то, в 2021, в 2022 году. Вот. И, соответственно, они как бы не знали, но просто никто не ходил. Когда ты так не грузился никогда, очень тяжело, он начинает резко. Поэтому из-за этого, мне кажется, уехали. Там плакали у гаснали на плече, а не у меня. Что-то там что-то не получается тоже, или еще что-то. Потому что это, правда, морально очень тяжело, когда ты еще устаешь, и у тебя что-то не получается, или там у тебя бьют, грубо говоря, на спаррингах. И все равно мы все девочки, у нас бывают моменты, когда мы там хотим реально побыть девочками. Вот. А нет такой возможности, и нужно всегда работать, чтобы чего-то достичь. И из-за этого, мне кажется, мало кто это выдерживает. Мало у нас в России девочек таких, которые не расслабляются, а продолжают работать. Ну, вот смотри, если у парней все более-менее понятно, как строится тренировочный процесс и так далее, а вот как раз у девушек, если говорить вещи своими именами, в эти дни, какого тренироваться, какого драться? Просто очень тяжело. То же самое, просто очень тяжело. Допустим, ну, мне вообще не хочется драться в эти дни. У меня было, мне кажется, больше боев в эти дни, чем, и поэтому бывает очень тяжело настроиться на самом деле, потому что тебе вообще хочется лежать, кушать какую-нибудь вкусняшку, плакать, а тебе приходится, нужно идти и драться, чтобы тебя били еще в бою. Ну, тяжело морально бывает. И в тренировочном процессе бывает, потому что бывают разные моменты, что там что-то болит, там, допустим, живот еще что-то. Но в любом случае это все нужно преодолеть, потому что ты же не можешь там лежать просто, ничего не делать, потому что это же все равно прерывает твою подготовку, поэтому нет такой возможности. Все равно мужчины зачастую не понимают, насколько это тяжело бывает, допустим, вот даже гаснали. Но, как бы, в любом случае приходится терпеть. Ну, а как настроиться вот прям? Потому что я знаю, что мне это нужно, потому что кроме меня это не сделать. Я не могу себе позволить просто взять, ой, сегодня у меня плохой день, я не буду работать. Вот у меня был плохой день, мне не хотелось драться абсолютно в Абудабе, но я все равно вышла, потому что я понимала, что это моя работа. Я столько проделала, столько денег было потрачено на лагерь, столько сил было потрачено. Я терпела больше месяца и вот эту всю историю. И потом просто в самый последний момент, когда тебе осталось просто, грубо говоря, самое легкое, просто выйти и подраться, от этого отказаться и пропустить. Ну, это глупо. Поэтому я бы никогда не снялась. А самая памятная заруба с мужчиной, какая она? Ой, не знаю. У нас много раз бывает такое, что там кто-то начинает. У гаснали тоже бывают моменты, когда он такой, так, все, бейте ее. Но когда начинают бить, он потом такой, так, что ты ебешь? Потому что, ну, гаснали правда слушают и нету такого, что меня кто-то жалеет. Мы правда деремся. Вот. Ну, самое памятное просто, может быть, потому что я уже давно в единоборствах все забывается. И помнишь только последние спарринги. Ну, на последних спаррингах, наверное, я стояла с мальчиком, который побольше меня. Вот. И первый раунд я у него выиграла в чистую. Там, мне кажется, даже 10-8 можно было дать. Ну, потому что я и в стойке была лучше, и плюс потом он хотел меня перевести или ногой ударить, я не помню точно. Ну, в общем, получилось так, что я то ли подхватила, то ли не дала пройти. Не помню, что он оказался снизу. И я в итоге, ну, не отпустила его еще до конца раунда. Я была сверху и била его. То есть раунд был. А все равно то он меня выиграл, наоборот. И это было не очень приятно, когда он потом тебе такой, ну, а ты видишь, я там тебе выиграла еще что-то. Ну, было неприятно. Вот я не запомнил, в каком интервью, но ты рассказывала, как у тебя начались проблемы со здоровьем после хейта в интернете, после негативных комментариев, как я понял. Не, у меня не было такого. Такого не было? Или ты в суточной форме это сказала? У меня бывает такое, что когда я что-то много выкладываю, что потом могут какие-то проблемы как будто начинаются. Знаете, бывает, когда, допустим, ты там медийки вырастаешь или какой-то там скандал происходит, и вроде у тебя все хорошо, а потом хоп, и у тебя там что-то случается сразу, у тебя там сразу что-то плохо, что-то хорошее про себя скажешь, и потом у тебя сразу все плохо. Вот это моя история, поэтому я про себя сильно хорошее стараюсь не говорить. А так, суеверно? Ну, стараюсь, ну вообще нет, не суеверно. У меня нет такого, что там я должна зайти в октагон с такой-то, такой-то ноги, нет. Но я всегда кланяюсь октагону в знак уважения, так больше никаких моментов у меня нет, и стараюсь ни во что не верить. Я считаю, что если ни во что не верить, то у тебя ничего плохого и не будет. Допустим, если ты взглаз не веришь, значит, его не будет. Это ты впервые в карьере, получается, в прошлый раз в Абу-Даби сделала, ну, знак дуа, так сказать. Ну, не первый раз я и в... И до этого тоже была. Да. Ну, мне бы не хотелось это обсуждать, потому что настолько умысходит эту тему. Ну, ни в коеме. Просто интересно было первый раз. Просто не первый, просто это на протяжении всех боев я делала. Просто за боями особо не было на такого ажиотажа, никто так не следил. А если и следили, там смотрели, то, скорее всего, в перемотке, вот, где не видно выход. Вот, и, соответственно, сейчас это такой ажиотаж произошел. Угу. Понял. Ну, тебе не нравятся вот эти разговоры о том, что мусолить в интернете, да? Ну, конечно, это, ну, неприятно, потому что я иногда удивляюсь, насколько глупые люди бывают. Насколько вот реально очень много глупых прям людей. И это страшно, что их еще больше и больше становится. Что куда мы катимся, если мы настолько нетолерантны друг к другу. Отец твой до сих пор продолжает отвечать на комментарии? Да, мой папа, что, у него там тысяча этих... Тысяча фейков. И он сам там с них пишет, всем отвечает, какие все плохие. Так что, если кто-то меня яро защищает, я загляю себе мою папу в комментариях. Понял. Ну, слушай, если... Последний вопрос, слушай, что... Если подвести итог, как бы, да, ты наверняка уже и представила бой против чемпионки. Вот как бы ты побеждал в Эйли Джанг? Потому что она очень сильная. Да, я согласна. И физически сильная, да. Ну, мы, скорее всего, делали бы акцент на борьбу, я думаю. На борьбу с двух ног. Понятное дело, что она тай... Ой, сандаистка. Она с одной ноги будет очень хорошо стоять. Вот. Мы, скорее всего, взяли бы такой аспект, что мы бы, наоборот, с ней больше возились бы. Больше корпусной борьбы, больше корпуса. Именно даже просто именно физически больше корпуса, чтобы она затекла. Вот. И, скорее всего, это было бы больше борьбы, чем стойки, чем ударки. Хотя она в ударке тоже много пропускает, потому что она бьет, когда она не шагает. И потом не смещается. Вот. Но зачем рисковать? Скорее всего, это была бы борьба. Ты назвала Пейдж Ванзан, получается... Ну, сказала, что она не боец, но при этом она даже бои на голых кулаках-то проводила. Ну, и все проиграла. Ну, тем не менее. Ну, мне кажется, может, она поддерживала свою мединку. В любом случае, она вначале была бойцом. Может быть, где-то средничком, где-то ниже среднего. Но она тренировалась, выступала, была бойцом. Впоследствии, что с ней случилось? Я никого не... Как сказать? Не осуждаю. Но просто это мне не близко. И то же самое, допустим, касается и из России девочек, и вообще из-за рубежа. Мне кажется, именно из-за этого нас женские ММА немножко недооценивают. Потому что если бы, конечно, все равнялись на таких, как Вэлли Жан, как Валентина Шевченко, и вот эти девочки там, допустим... Ну, не унес, ладно, не будем брать. Вот. Но те девочки, которые не оголяют себя просто, чтобы там набрать больше подписчиков, а которые пытаются набирать подписчиков именно своими тренировками, показывать себя именно как бойца. Потому что твоя работа – это быть бойцом, а не быть красивой женщиной. Вот. Поэтому из-за этого, мне кажется, нас особо не воспринимают. Потому что считают, ой, да типа... Если это девочка в единоборствах, значит, она там пойдет на OnlyFans, значит, она там будет себя там оголять, она будет там туда-сюда. Поэтому у нас нас так недооценивают. Ты наверняка успела зависеть тут Диаго Брандау. Угу. Вот она вчера бой проводила против Персов. Я видела нарезку только. Где Перса уронили почти два раза. Только такое. Ну, не знаю. Я... Из нарезки не было видно, что это бой, который раздель нам должен решиться. А, то есть это уверенная победа в Рандау? Ты в этом имеешься? Я, честно сказать, нарезку видела, поэтому я не могу... Ой, извиняюсь. Не могу судить, потому что вдруг там Перс все в остальное время доминировал. Вот. Но, как мне кажется, это, ну, правда, должна быть победа в Рандау. Ну, как бы... Почему из-за меня-то? Я не могу понять. Просто перегрузились чуть-чуть, да, девочки? Бывают, идут спарринги, бывают, не идут. И Вика сама плачет, бывает, уходит. Ну, это как-то нормально. Сбор, вот... Тремочный процесс, он не может быть идеальным. Ты не можешь быть там все время отдохнуть, ты свежий там на спаррингах, и там все красиво у тебя, все хорошо. Ну, это тяжелая работа, и как бы через это ментально надо проходить. Не бывает еще. Думаете, она там всегда веселая, но она тоже бывает там поплачет, посидит, соберется и дальше вперед. Это, ну, как бы, так должно быть. Что тренеру нужно знать при работе с девушками? Вы как главный тренер сборной России среди женщин. Больше всего надо с ними разговаривать. Лучше я, наверное, не люблю, но приходится. С ними надо разговаривать. Почти каждый день с ними надо разговаривать. С ними надо разговаривать, объяснять, послушать их, они там где-то свое мнение скажут. Ну, много нельзя говорить, надо точно бить. Много раз точно. Нельзя женщине много всего говорить, потому что она из этого много всего возьмет, сколько ей надо, определенный момент даже. Это элементарно, это и в семейной жизни любой мужчина меня поймет. Ты там что-то говоришь, она берет там именно то, что ей нужно. Не то, что ты ей хочешь донести, а то, что ей нужно. Из этого надо говорить точно. Определенное мало. Если у нее, конечно, настроение не то, я думаю, она и так тоже не услышит. Что бы ты ни говорил, меня, наверное, все мужчины поймут. Нам нужно просто поймать момент и вовремя, где-то ее оставить там. Пусть чуть-чуть поплачет, и она придет. Потом нормально. Я запомнил, как вы рассказывали, что в свое время, например, Хабиба того же вкладывали братья Магомедова, Петра Яна, русская медная компания. Кто вкладывает Викторию сейчас? Или кто должен начать вкладывать Викторию? Конечно. Я хочу сказать такую вещь. Свита делает короля. Должно быть окружение правильное, чтобы человек стал великим в этом спорте. И всегда я смотрю не на бойца, а на его окружение, кто его окружает. Пока мы с Викой дошли вдвоем. Но, конечно, я занимаюсь этим, я все понимаю, что мне нужны люди. Мы ищем этих и коллег, тренерский цех, и спонсоров, и все. Мы работаем в этом направлении, потому что ей 24 года, у нее 8-0, 6-0 любителя. Ну, а как искать их? Ну, это вот, допустим, сейчас я нашел спонсоров там, да, группу компаний ЮДМК, это Ростинвестбанк, это страховая компания Байды, это благотворительный фонд Александр Невский. У нее зарплата хорошая. Уже определенная нагрузка с нас спала, да, там. У нас есть там бюджет там ежемесячный, есть там бонусы, прочее. Ну, все поймают меня, да, спортсмены, все поймут, они уже нам помогают, да. Ну, будем дальше двигаться. Должны быть крупные корпорации, большие, я думаю, наша компания также она большая. Посмотрим, да, все же потихоньку идет. Хабиба же не сразу стали вкладывать. Хабиба стали вкладывать тогда, когда он уже просвет появился с чемпионским поясом. Понимаешь? Когда у нее тоже она окажется топ-15, топ-10. Это тоже появится просвет. Это мы к этому времени. Что за история-то с айфоном? Она вот мне рассказывала, что в итоге получилось так, что Амир Мурадов подарил ей айфон, а изначально вы планировали ей купить. Раз, как я понял. Мы ходили, ну, Дубай Мол, да, три дня она ходит, туда смотрит, этот айфон, тот выбирает. Я туда не захожу, я говорю, я туда не буду захотать. Когда выберешь, скажи, пойдем купим и уйдем. Мы заходим туда и как бы ей не продают айфон 15 и про макс. Я не знаю, почему они как-то не 15 продают, а про макс не продают. И ей не продали, там и русскоговорящие, эти продавцы, там полный зал. Я потом звоню, Амира спрашиваю, ну, где можно купить. Он говорит, я вечером привезу, говорит, к нам. И вечером привезли, и все, я говорю, Амиру, что там туда-сюда? Он говорит, сейчас я тебе скину номер карты. На сей же день. Он говорит, от меня, мол, без милля, пусть будет Вики, она там молодец. Вот так Амир подарил. Баркала ему огромная за все, за встречу, за айфон, за все, от души. Мы же сколько, мы в школе учились вместе, там было по 4, по 5 лет, я вот с детства, с первого класса, по 6, мы вместе в футбол играли. Просто жизнь у каждого пошла по разным сторонам. Спустя время, видишь, мир тесен на самом деле, и каждое добро человека, она ему воздастся. А правда, что Вика дарила вам рубашка от Дольче Габана? Такое было? Да, да, да. Это было первое, у меня еще раз свой бизнес был. Я не поехал с ней на Европу, это в Италии было, кстати. Сашу, Шамиля, либо Тырова, я просил, чтобы Марину, Махмутову, Машу Махмутову, просил, чтобы за Викой посмотрели. На Европу, в Рим, девочкам же никто не оплачивает, в 10-50 тысяч в 19-м году я отдал, отправил ее. У меня был свой бизнес, я как бы, я тренировал их, но у меня был, как бы уклон был на бизнес. И потом у нас стрельнуло, потом чемпионат мира этот бизнес я уже оставил и ушел в тренинг строения. Вот видите, теперь я в это полностью погружал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова